Давайте мы угадаем ваши мысли. Вы хотите, чтобы ваш банк всегда развивался, но всегда оставался надежным, удобным и быстрым. Доступным 24 на 7. Вы только подумайте, мы так и работаем. Просто теперь с новым именем. Т. Ни слова больше. Т-банк. Он такой один. Субтитры сделал DimaTorzok Моё мнение по поводу именно этой книги. Поэтому, если вы готовы, то с вашего позволения, давайте начнём. Недавно я выпустил видео про кринджовые и не очень книги, которые читал, когда ещё был подростком. Эта идея пришла мне в голову благодаря как раз-таки обзорам, которые я снимаю, и потому что мне всё ещё приятно читать подобную литературу, несмотря на мой уже взрослый возраст. И, посмотрев статистику на канале, я понимаю, что мы с вами на одной волне. Естественно, я полез в интернет искать причины подобного феномена и нашёл довольно-таки интересную мысль, которая меня на самом-то деле зацепила. Оказывается, если, будучи подростком, вам не удаётся прожить вот эту роскошную, наполненную событиями и драматизмами жизнь, то мы уже во взрослом возрасте находим эти эмоции в Young Adult литературе и в 20, и в 30, и в 40, и в 50 лет. Этими и многими другими своими размышлениями я делюсь со своим психологом из сервиса Ясно. С моим терапевтом мне лично очень комфортно общаться, но я также слышал истории о том, что люди не доверяют специалистам из-за нарушения ими личных границ, особенно на первых сессиях. Ясно подобное исключено, потому что принципы работы сформированы в кодексе, который подписывают их сотрудники. И если что, вы всегда можете обратиться в службу поддержки вместе со своей жалобой. А этический комитет Ясно разбирает с каждым психологом случившуюся ситуацию на сессии с клиентом, чтобы предотвратить неприятные ситуации в дальнейшем. Но такие случаи — это статистическая погрешность, потому что Ясно ведёт тщательный отбор психологов. Как закоренелый гуманитарий, я уверен, что цифры не врут. А больше 80% клиентов Ясно чувствуют результат уже после пятой сессии. Если вам хочется развиваться, перейти на новый уровень жизни или просто интересно разобраться в себе или своих запросах к окружающему миру, почему бы не попробовать начать терапию в Ясно уже сейчас? И как всегда, на первой сессии вы получаете скидку в 20% по промокоду Энтони. Его нужно ввести перед бронированием консультации. А вся полезная информация будет по ссылке в описании внизу. А мы давайте вернёмся к этому видео. Итак, собственно, мои шикарные наездники книжных обзоров. Возможно, стоило сказать что-то другое. Ну да ладно, мы наконец-таки с вами добрались до романа под названием «Четвёртое крыло». Книга, которая вышла в прошлом году, но уже успела стать мегабестселлером. Как многие из вас наверняка уже знают, «Четвёртое крыло» стала феноменом в книжном ТикТоке. И благодаря этой популярности книга попала не только в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс, но и продержалась там целых 18 недель, представляете? И была на первом месте. И я думаю, что здесь... пахнет каким-то наебалом. Среди книжных критиков и журналистов идёт некая молва о том, что «Четвёртое крыло» является популяризатором жанра романтическая фэнтези. Опять же таки, чувствую запах какой-то наебки. На самом-то деле, лично для меня, феномен популярности «Четвёртого крыла» заключается в хорошей и очень масштабной рекламной кампании. Потому что, ну, нельзя сказать, что книга сама всего добилась, потому что завируситься в ТикТоке тоже нужно уметь. И нужно уметь делать это правильно. Потому что, например, возьмём ту же книгу «Мара и Мора», которая завирусилась в ТикТоке и сейчас продаётся огромными тиражами до сих пор. И у нас скоро будет экранизация. Как и у «Четвёртого крыла», потому что уже планируется сериал, а книга вышла в прошлом году. «Четвёртое крыло» — это первая часть серии книг под названием «Эмпирей». И первая часть у нас вышла год назад, вторая часть вышла совсем недавно, и третья часть уже готовится к выходу в начале следующего года. И у меня, конечно, есть к Ребекке Ярос, автору этих книг, вопросик. Под какими спидами она пишет такое количество страниц? Потому что каждая следующая книга больше предыдущей. Кстати, про Ребекку Ярос. Она у нас американская писательница, которая до «Четвёртого крыла» писала любовные романы. Но нельзя сказать, что они были настолько же успешны, как, собственно, «Четвёртое крыло». Хотя первая попытка в писательстве у Ярос была именно в романтическом фэнтези, но, увы, тогда книгу не издали. Когда я узнал эту информацию, у меня возник вопрос, откуда тогда появилось «Четвёртое крыло». Потому что если ты до этого писал любовные романы, и тут ты неожиданно выдаёшь нам уже третью книгу, вот такой толщины, про драконов, фэнтези, любовь и прочее, у меня, конечно, есть определённые вопросики. Но я узнал на них ответ, когда посмотрел интервью Ребекки Ярос. Когда я узнал, что мой издатель планирует серию романтического фэнтези, я была в восторге и предложила им пять идей. Их просмотрели, чтобы понять, подаёт ли какая-то из них ещё в незанятую нишу, которая была свободна. И они выбрали драконов. И это была третья идея из предложенных, и тогда я ещё подумала, «Драконы? Вы точно уверены в этом? Серьёзно?» Но в процессе того, как я предлагала эту идею издательства, я действительно в неё влюбилась, и изначально события должны были происходить между драконами, а не людьми. О чём уже у нас «Четвёртое крыло», если вы вдруг не знаете, то давайте обратимся к аннотации и узнаем, что она нам скажет. Из Академии Басгиад есть только два выхода – окончить её или умереть. Представьте, вы мечтали окружить себя книгами и историей, а в итоге окружены врагами и драконами, непримиримыми, дерзкими и своенравными. Хрупкое тело, смертельный отбор и сын предателя в роли командира... Ух, простите, в роли командира... Ооо, пошла жара! В роли командира крыла. Всё, что нужно для скорой смерти. Придётся постараться, чтобы встретить следующий восход солнца. И нам это нихуя не дало. Но зато я понял, что, оказывается, здесь есть отзыв Лии Арден, автора «Мара и Марака». Окей. Отлично. Об этом мы ещё поговорим. А у этой книги есть нормальная аннотация? О! 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 Отлично. Многие мечтают вступить в квадрант всадников, чтобы обрести дракона, а вместе с ним магические способности и уважение в обществе. Но пережить кровавый отбор в военную академию не так просто. Особенно, когда с малых лет готовишься стать песцом и вести тихую жизнь в окружении книг. У Вайлетт Соренгейл нет выбора, она должна стать всадником. И пусть она у изюмей остальных, а половина сокурсников мечтает её убить, сдаваться Вайлетт не намерена. Главное, держаться подальше от особенно опасных соперников, ведь драконов на всех не хватит. Только как избегать самого сильного и безжалостного врага, если он командир твоего крыла? Ей придётся приложить все усилия, чтобы встретить следующий восход солнца. Добро пожаловать в Академию Везгиад. Лучшее место для тех, кто готов умереть за мечту. Хуёвая мечта. Скажу сразу. Естественно, что вокруг Четвёртого Крыла всё не утихают споры о том, какая же эта книга на самом деле, потому что кто-то утверждает, что это самая лучшая романтическая фэнтези, которая когда-либо издавалась. Кто-то говорит, что это полное дерьмище и не понимает, почему оно так популярно. А я здесь для того, чтобы разобраться, что на самом-то деле происходит и почему про эту книгу говорят абсолютно все. Но перед тем, как ворваться в мир драконов и волшебства, давайте сыграем нашу любимую и традиционную игру «Сколько страниц в этой книге», правила которой невероятно просты, но я всё равно для вас их напомню, потому что вдруг кто-то смотрит меня впервые. Добро пожаловать, я очень рад вас видеть. А вдруг кто-то забыл, какое тоже возможно. Вы присматривайтесь к книге и пытаетесь прикинуть или же угадать, сколько в ней страниц, и пишите всё равно внизу в комментариях. А в этот раз кирпичик у нас достаточно увесистый, поэтому почувствуйте количество страниц. Мне как будто снова нужно взять на обзор какую-то книгу экстрасенса. Не хватает какого-то вот прям дерьма в жизни, очевидно. Так вот, да, в этой книге готовы? Раз, два, три, 752 страницы. И насколько я помню, это одно из самых больших или самое большое количество страниц, которые у нас когда-либо было в этой игре, поэтому разберём, что происходит на всех этих страницах. Как всегда, мы начинаем обзор с внешних характеристик книги. И здесь у нас имеется вот такая вот суперобложка, которая повторяет оригинальную обложку. И она мне очень нравится на самом деле, потому что она и выглядит дорого-богатой, и при этом минималистичная. А вот за этой суперобложкой скрывается уже оригинальная русскоязычная обложка, которую нарисовали как раз-таки специально для этой книги. Я не могу сказать, что она мне не нравится. Она симпатичная. Естественно, что у многих возникает вопрос, зачем было делать какую-то ещё одну обложку, когда есть вот эта, которая вполне себе очень даже. Не знаю. Но я считаю, что если есть две красивые обложки, почему бы и нет. Хотя на иллюстрации к обложке есть момент, который меня немного как будто бы, знаете, волнует, потому что у главной героини слишком длинная шея, которая скрывается за косой. И она выглядит странновато. Но помимо этого, в целом, мне обложки обе нравятся, поэтому я не могу здесь ничего плохого сказать. У нас здесь присутствует закрашенный обрез. Люблю эту тенденцию, на самом деле, потому что у многих книг сейчас делают всевозможные рисунки на обрезах. Мне это нравится, но только когда обрез красивый. Потому что иногда, блядь, сделают, хоть плачь, хоть выбрасывай книгу, если честно. Смотрите, здесь у нас тоже есть такой моментик, что обрез, который вы видите, это не тот обрез, который сейчас продаётся в магазинах. Насколько я помню, эту книгу я получил на презентации как раз-таки её. И когда приехал мой предзаказ, он уже был с чёрным обрезом. И, видимо, тоже, опять же-таки, возможно, это было подтверждено или не было, была лимитированная серия с вот такими вот обрезами. Это немножко странно в моём понятии, потому что мне кажется, что если выпускать несколько вариаций книги, то они должны как будто бы продаваться оба варианта. То есть и этот вариант должен быть доступен, и другой вариант. Но я не могу сказать, что это, конечно, экономично будет для издательства выпускать кучу книг с разными цветными обрезами. Например, у второй части в предзаказе два варианта. Тот же с цветным обрезом и чёрным. Но там ещё прикол в том, что у цветного обреза, точнее, у издания с цветным обрезом, который вот прям с этими огонёчками, есть ещё дополнительные главы. И мне сам обрез по стилистике не очень нравится. И он не похож на обрез, который был в первой части. И тогда зачем их покупать, если они разные? Не легче ли купить всё с чёрным закрашенным обрезом? У меня это всё вызывает только закатывание глаз, если честно. Потому что если вы делаете вот такое, то сделайте его и в другой книге. Потому что это всё слишком сильно друг от друга отличается. И я не знаю, как вам, а меня это просто вот так вот... Раздражает. Внутри на развороте у нас имеется карта, где происходят все основные события. И это меня порадовало, потому что без этой карты, блядь, невозможно понять, что, где и как находится. Потому что Ребекка Ярос этого всего нахуй не объясняет. Но карта полезная, спасибо. Я хотя бы понимаю, где ориентировочно у нас существуют главные герои. У каждой главы есть оформление с небольшим рисунком. И перед началом каждой главы также присутствуют небольшие цитаты из книг, каких-то писем и прочих летописей, которые нам дают больше информации о мире. Потому что из глав книги мы её практически не получаем. Знаете, что я думаю на самом-то деле? Если нам отрисовали оригинальную обложку, почему бы не вставить в книгу несколько симпатичных иллюстраций? Я не прошу десятки, я прошу хотя бы три. Почему нет? Можно добавить красивые иллюстрации, чтобы они немножечко разбивали текст. Например, в начале, в середине и в конце. Я понимаю, что это заебно, но книга стоит достаточно дорого, чтобы можно было это сделать. Давайте-ка перейдём к обсуждению того, что мне понравилось и не понравилось в книге «Четвёртое крыло». А потом я уже перескажу вам вкратце сюжет, и мы поговорим по поводу спойлеров, обсудим цитаты и всё остальное. Внизу будут тайм-коды, поэтому можете свободно перемещаться по обзору, как вам удобно. Думаю, стоит начать с того, что мне действительно понравилось. И это в первую очередь драконы, конечно же. Я всегда говорю, что если есть драконы, то можно читать. Но издательства почему-то начали выпускать книги, где драконы поёбывают людей. Поэтому цитата уже сомнительная, если честно. Драконы в «Четвёртом крыле» очень интересные. Они харизматичные, характерные, интригующие, волшебные, конечно же. И являются, как мне лично кажется, неотъемлемой частью истории. Потому что помимо пиздастраданий главной героини, им было узелено действительно много времени. И я думаю, что именно драконы являются самыми проработанными персонажами этой книги. Именно благодаря появлению драконов где-то в середине книги я смог дочитать «Четвёртое крыло». Потому что до этого я просто сидел и думал, блядь, какая же хуета, что происходит, объясните мне, пожалуйста. Мне понравилось, что в этой книге присутствовали моменты ностальгии. То есть это «Четиво» очень похоже на все те книги, которыми я зачитывался, когда был подростком. И по поводу этого момента мы сейчас с вами поговорим. Однако есть всё-таки какая-то приятность, теплота в этом. Потому что ты перечитываешь и думаешь, ооо, как хорошо, что у подростков есть что-то такое прикольное, если они не интересовались там голодными играми или рагоном или дивергентами и всеми прочими книгами. Кстати, если вы не смотрели моё видео про те книги, которые я читал подростком, обязательно это сделайте. Очень классное видео. К моему собственному удивлению в этой книге было очень много экшена, причём зачастую он был довольно-таки неплох. Мне было интересно его читать, особенно если голова кончалась на каком-то остросюжетном моменте. Я такой, ууу, боже, а что же будет дальше? Я подумал, я что хочу это читать, что ли? Неожиданно. Идём дальше. И это действительно классно, потому что нужно уметь соблюдать баланс между пиздостраданиями, размазыванием чувств и соплей по стенам и как раз-таки вот этим добротным экшеном, которым славится любой фэнтези. И я не перестану говорить о том, какая охуитительная аудиоверсия у этой книги. Она действительно сделана на славу, потому что актёры озвучивания отыгрывают максимально классно, у них приятные голоса, они очень хорошо погружают тебя в текст, особенно когда на фоне начинает играть саундтрек или какие-то звуковые эффекты присутствуют, может, костёр или вой ветра или какие-нибудь кусты шуршат, что-то вот такое прикольное. И ты действительно как будто находишься именно на страницах книги. Потому что я прям заслушался, если честно. Я начал своё знакомство именно с аудиоверсией и вообще ни капли об этом не пожалел. Восторг. Знаете, что я недавно сделал? Несколько новых татуировок, которые очень сильно хотел. И, конечно же, остался в полном восторге от результата. Однако, увы, набивать татуировки – это не самое быстрое занятие на свете. Поэтому, пока мастер занимался своей работой, я наконец-таки решил скачать и прочитать книгу «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларсена. Если вдруг кто-то не знает, это не одна книга, а целая трилогия под названием «Миллениум». Фильмы я уже давно посмотрел и шведский, и американский, а вот до книги добрался только сейчас. Поэтому, пока мне набивали татуировку, я то читал, то слушал в букмейте. В первой части журналист Миккель Блумквист расследует исчезновение племянницы влиятельного бизнесмена. А помогает ему в этом расследовании хакерша. Лизбет Саландарта – самая девушка с татуировкой дракона, которая не так уж и проста. Потому что до этого она уже нарывала информацию на самого Микаэля. И вместе они распутывают сеть преступлений в высших эшелонах шведского бизнеса. И попутно открывают тайные секреты из прошлого нашей девушки с татуировкой дракона. Это так, если без спойлеров. Хотя я не знаю, могут ли быть спойлеры книги, которые вышли в 2009 году. Но все же. Трилогия «Миллениум» считается эталоном скандинавского детектива триллера. То есть сначала у нас была девушка с татуировкой дракона, потом Ариана Гранда, Леди Гага и все остальные. Фильмы мне очень понравились из-за вот этой гнетущей и мрачной атмосферы. Но при знакомстве с книгой у меня был совершенно другой визуальный ряд в голове. Потому что там постоянно были вот эти невероятно эмоциональные американские горки. И, конечно же, огромное количество сюжетных поворотов. И ты буквально постоянно находишься как на иголках. Эти ощущения подтверждают довольно-таки банальную мысль. Если вам нравится фильм, снятый по книге, но книгу вы не читали, возможно, все-таки стоит ознакомиться с оригиналом. А в BookMate это можно сделать максимально удобно, потому что можно переключаться между текстом и аудиоверсией с сохранением места, где вы остановились, что я считаю просто гениально. А еще там появился виртуальный рассказчик. Он читает вслух те книги, у которых нет аудиоверсии. Поэтому, если вам интересна какая-то книга, но при этом она либо редкая, либо у нее нет аудиоверсии, то виртуальный рассказчик озвучит ее вам. Делитесь в комментариях, читали ли вы девушку с татуировкой дракона или другие книги из серии. А если вдруг нет, то рекомендую скачать BookMate и начать свое знакомство именно оттуда, потому что там можно почитать и послушать любимые детективы. А по моему промокоду ULINE вы получите доступ не только к BookMate, но еще и ко всем функциям Яндекс.Плюса на 45 дней бесплатно. А вся полезная информация будет по ссылке в описании внизу. Ну а мы давайте вернемся к этому видео. А теперь давайте поговорим о том, что мне не понравилось, потому что из некоторых плюсов у нас исходят минусы. Книга очень предсказуемая. Она, как мне лично показалось, возможно, даже полагается на какую-то предсказуемость именно вот из-за ностальгического эффекта. Мы прекрасно знаем, куда, что и зачем идет, как оно начнется, как оно закончится. Возможно, в этом есть какой-то комфорт, потому что мы с вами любим вещи, которые, знаете, узнаваемы для нас. Но при этом ни один сюжетный поворот в этой книге, кроме последнего, который произошел в конце, меня не удивил. Я все это уже видел множество раз. Я заметил огромное количество буквально-таки выдранных из других книг сюжетных ходов, диалогов, каких-то сцен. Там и Голодные игры, и Дивергент, и Эрагон, и многое-многое другое. Об этом я тоже более подробно поговорю как раз-таки в моменте спойлеров. Но все, что есть в четвертом крыле, уже было в книгах, которые вышли 10-15 лет назад. А это тогда уже было не что-то новое и интересное. А здесь это повторение одного и того же, но непонятно ради чего. У этой книги очень слабая индивидуальная составляющая, которая по факту должна отличать ее от других книг в романтическом фэнтези. Но это сборная солянка из того, что было когда-то давно популярно. Я не знаю, как вам, поэтому если вы читали книгу, напишите в комментариях. Но мне очень сильно не хватило раскрытия как мира, так и персонажей. Потому что я как будто бы до сих пор не понимаю, что происходит, зачем это происходит, почему это происходит. У меня очень много вопросов. И они как будто бы не должны были у меня появляться после прочтения книги. У меня должны были бы вопросы касаемо именно сюжета. То есть, а что же будет дальше? А как же они смогут из этого выбраться? А если произойдет вот это? А у меня совершенно другие вопросы. Я просто, блядь, не понимаю, что происходит в этой книге. А что касается персонажей, так это просто красивые картонки, по большей части. Особенно второстепенные. Это имена. Все. У них есть действительно какие-то отличительные черты. На одной странице нам про них напоминают. Спасибо. Но они где-то там существуют. И чаще всего просто дохнут. Знаете, драконы и экшен это классно. Но, когда ты читаешь фэнтези, тебе хочется все-таки получать некоторые ответы на свои вопросы в стиле «А какого хуя это происходит?» И я считаю, что здесь Ребекка Ярос достаточно сильно облажалась. Потому что, когда ты во время чтения фэнтези не понимаешь мироустройства от слова «совсем», я думаю, что это хуёво. Главная героиня у нас, конечно же, Мэрисию, наша любимая. Мышь слепая, крыса тупая. Есть у неё лучший друг, который питает к ней чувства. А она питает чувства к местному бэтбою-плохишу. И так далее, и тому подобное. Всё это мы видели уже миллион раз. Есть ещё один момент, о котором Ребекка Ярос нам сразу же в начале книги заявляет. Это то, что здесь все будут умирать. И... Это прикольно! Когда тебе не похуй на персонажей. Потому что, например, в самом начале... Я не могу сказать, что это даже спойлер, потому что это дико предсказуемо. Главный герой проходит испытание, в ходе которого умирает один персонаж. Он появился на двух страницах. Что я должен почувствовать? Мне на него похуй, он сдох. Я его даже не знаю. Ну там имя вбросили какое-то, я думаю, ну классно. Он умер. Что дальше? И таких смертей на самом-то деле в книге очень много. И иногда я даже не помню, кто там умер, зачем они умерли, почему всё это было. Ну просто мрут персонажи, и всё. У нас нет к ним какой-то эмоциональной привязки, по большей части. Про них вспоминаешь только, когда они появляются где-то рядом с главной героиней. И как бы всё. Кстати, вот эти вот рандомные смерти персонажей очень часто напоминали мне о сюжетных дырах. Которые, ну невозможно залатать так просто. Потому что Ребекка Ярос их оставляет вот так вот на всех поверхностях. И говорит, да похуй, магией всё исправим. Кстати, по поводу магии, там тоже есть моментик из разряда, что Ребекка Ярос очень сильно надеется на рояль в кустах, которым является магия. И по сути, она нам магию не особо-то и объясняет, чтобы можно было её в каком-то случае вот так вот вытащить и сказать. А всё решилось магией. А это магия. Магия. Ничего не поделаешь. Так работает магия. И я такой сижу и думаю, блядь, ну это ж идиотизм. Я же вижу, что это сюжетная дыра. Ты нахуя её магией пытаешься заделать? Это тупость. Нет, это дурость. Продолжая тему рояля в кустах, Ребекка Ярос почему-то забывает о том, что если ты проводишь свою главную героиню через тяжёлый тернистый путь, нельзя её проблемы решать просто так за две страницы. Потому что у нас хрупкая, маленькая, слабенькая главная героиня, буквально, блядь, ёбаный терминатор, которого нельзя уничтожить. Мне кажется, если её кипятком облить, поджечь и швырнуть с обрыва, она всё равно, сука, выживет. И Ребекка Ярос скажет, а это магия. Я спасла магия. Волшебство. И в книге, даже если с главной героиней произошло что-то серьёзное, кто-то спустя две страницы вытащит из жопы магию и скажет, а всё охуенно, держи магию. И на фоне этого, пробоины в сюжете выглядят ещё более отчётливее, когда появляется определённая ситуация, и тут неожиданно появляется кто-то из персонажей, у которого именно вот эта магия, которая нужна в этой части сюжета. И Ребекка Ярос такая, да, это так. И я думаю, блядь. Ну как так-то? У меня действительно в какие-то моменты книги было ощущение, что меня наёбывают. Потому что я переворачиваю страницу и думаю, ну если это, блядь, сейчас исправит какой-то магией, появившейся из ниоткуда, то это пиздец. И так и было. Каждый раз. Естественно, момент, который мне понравился меньше всего, это перевод. Он очень громоздкий, его сложно читать. Я не знаю, как через этот текст можно бодро и легко проскальзывать, потому что ты открываешь и видишь эту огромную конструкцию из великого и могучего русского языка, а попутно туда ещё и вставляют осовремененные выражения в стиле «Она была охуенно умная!» И я такой «А для чего это сейчас было?» В нашем переводе также есть нецензурная брань, о чём нам как раз-таки говорит вот эта пометочка 18+. И вы прекрасно знаете, я не против матов, сам матерюсь как сапожник. И если это кому-то не нравится, можете запикать меня у себя в голове. Но в нашем переводе эти маты зачастую были как будто бы не в попад. Потому что чаще всего это были слова «пиздец» или «блять». Ничего более. И мне кажется, что с таким обилием матерных выражений в русском языке можно было немножечко, знаете, позабавиться, поиграть, так скажем. Или же, раз уж мы разбираем фэнтези, почему бы не придумать, раз уж появляется всевозможная отсебятина в тексте, какие-нибудь интересные матерные выражения, которые могли бы существовать в мире четвёртого крыла. Почему нет? Мне кажется, что это классно. После того, как я послушал книгу, я перешёл уже на чтение русского перевода. И ближе к середине, возможно, даже раньше, на самом-то деле, я очень от него устал, потому что читать быстро это было невозможно. И я перешёл на английский оригинал. И как же сильно я охуел, когда узнал, что, оказывается, книга на английском написана-то в настоящем времени, а у нас весь перевод в прошедшем. Если честно, я вообще не понял этого прикола. Потому что если книга написана в настоящем времени, то вы должны её перевести в настоящем времени, а не в прошедшем. Потому что у настоящего времени есть эффект присутствия, что события происходят здесь и сейчас. Особенно сильно это влияет на экшн-сцены. С переводом имён главных героев тоже есть какая-то странная ситуация, потому что если послушать то, как эти имена во всех своих интервью многочисленных Ребекка Яросс произносят их, они немножечко другие. Потому что у нас Ксейден, а по факту Зейден. Есть также Дайн, но он Дейн. Было очень много странных моментов, когда перевод был прям совсем мимо. Вот то, что мне запомнилось, это фраза He dropped his arms. У нас это перевели Он уронил руки. И я такой, блядь, какие руки он уронил нахуй? У него что, дополнительная пара, что ли, растёт или чё? He dropped his arms. Он уронил своё оружие. Опустил своё оружие. Какие руки, блядь, он опустил? Естественно, что в каких-то ситуациях игру слов не перевести. Но у нас есть вот этот перевод Violence, да? Это прозвище главной героини, которую даёт Ксейден. Но я только когда читал оригинал, понял, что главную героиню зовут Violet. Это как цветок фиалки. А Ксейден называет её Violence, потому что она такая с виду хрупкая, но очень яростная и бойкая. У нас эту игру слов не обыграли никак. Он просто называет её Violence, потому что, блядь. Я лично считаю, что хороший перевод мог сделать эту книгу гораздо-гораздо лучше и более читабельной, потому что в оригинале текст, ну, такой себе, если честно. И раз уж мы берёмся за отсебяти, но добавляем какие-то вещи, которых нет в книге, а переводчики зачем-то постоянно это делают, не первый раз я уже с таким сталкиваюсь, если честно, напоминаю вот эти вот богатырские груди и массивные мошонки, то сделайте это красиво, сделайте это легко. Это фэнтези, оно должно читаться быстро, интенсивно, вот прям, ух, чтобы залететь и не вылететь оттуда никогда. Но огромные конструкции, вот знаете, предложение длиной в страницу, непонятные какие-то кринжовые слова, плохие переводы из гугл-переводчика, блядь. Вот это тоже новинка какая-то. Я вот сейчас пытаюсь дочитать, последуя Делин, там вообще перевод просто пиздец. Я не знаю, кто это делал, но это отвратительно. Как будто гугл-переводчик просто вот так вот бррр, проехался и все, и сказали, впечатаем, это охуенно. Просто если вы понимаете, что книга будет популярной, и она будет хорошо и много продаваться, сделайте перевод сочным, он должен быть классным, потому что если в книге самой по факту ничего особо интересного нет, то с переводом она может стать гораздо, гораздо лучше. Я, конечно, еще очень долго могу говорить о тех вещах, которые мне не понравились в книге «Четвертое крыло», Но давайте перейдём к краткому пересказу сюжета. И я буду акцентировать в нём внимание только на основные сюжетные моменты. Потому что это то, что действительно важно. И если я буду пересказывать прям всё, то этот обзор будет идти 20 часов. И в нём будет просто куча говна. И не из моего рта. А вот отсюда. А потом мы обсудим спойлеры. Потому что, ух, блядь, мне есть что сказать. Потому что если вы думали, что я вот просто перечислил какие-то вещи, которые мне не понравились, бля, готовки жопы. Я такую устрою. Мало не покажется. Но сначала сюжет. Сюжет четвёртого крыла начинается с того, что наша главная героиня по имени Вайлетт Соренгел становится новобранцем в военном колледже Безгиад. Куда её отправляет мать, чтобы та стала наездником дракона. Это очень элитное звание, но при этом процесс невероятно конкурентный и очень опасный. Вайлетт с детства готовилась и обучалась стать песцом, как и её отец. Но мать Вайлетт, генерал Соренгел, высокопоставленный офицер в королевстве Нова, настаивает на обратном. Старшая сестра Вайлетт по имени Мира тоже наездница дракона и предупреждает младшую о том, что ей стоит держаться подальше от опасного и горячего Ксейдана Риверсона, потому что отца этого молодого человека казнила их мать пять лет назад за то, что тот руководил восстанием. И наверняка сын захочет отомстить. А старший брат Вайлета Мира по имени Брэннон умер, как раз таки сражаясь с силами восстания. И он был целителем. А все дети восставших получают специальные татуировки, метки восстания, которые показывают их статус. И ещё этих детей призывают в базге. А то есть у них буквально нет выбора, либо ты умираешь, либо ты становишься наездником на драконах, потому что их призывают именно в квадрант всадников. Зачисление в военную академию начинается с очень странного, как мне кажется, процесса, потому что нашим будущим студентам нужно пересечь опасный узенький тоненький парапет на огромной высоте и при этом выжить, потому что подобное отсеивает самых слабых и остаются только достойные. Видите логику? Я не очень, потому что странно находится в процессе войны, и они просто убивают своих солдат. Ну, бывает. Вайлет, несмотря на препятствие, удается перейти опасный парапет, и она попутно заводит дружбу с девушкой по имени Реанон. И встречает на другой стороне, как раз таки уже в академии, парня по имени Дайан, который является её другом детства, у них очень тёплые чувства друг к другу, а ещё Дайан является верным соратником её матери. А и кстати, он также второкурсник и глава отряда. И конечно же, наша главная героиня Вайлет и её новообретённая подруга Реанон присоединяется к отряду Дайана, потому что почему бы, собственно, и нет. Захотелось, присоединилось. Как говорится, удачи в путь-дорогу, потому что, ух, впереди ещё куча другого говна. Подран всадников у нас разделён на четыре крыла, в каждом из которых по три секции и по три отряда в каждом. Ксейден, студент третьего курса, является командиром четвёртого крыла. А отсюда с ним по всему и название первой книги. После того, как Сейден встречает Вайлет, он буквально-таки приказывает, чтобы отряд Дайана перевели в секцию внутри его крыла. Вайлет и все остальные кадеты-новобранцы первого курса проходят всевозможные испытания и учатся стратегии боя. Но, как мне кажется, все эти испытания похожи больше на что-то в стиле «сдохни или умри». Потому что они буквально все просто мочат друг друга. На занятиях по стратегии боя, естественно, Вайлет самая умная, так как она готовилась стать песцом, а не наездницей дракона. Они изучают некоторые предметы в стиле «границы королевства», тоже, которые нам слава объясняют, и, слава богу, есть карта. Но на границах постоянно происходят какие-то нападения, и студентам нужно, естественно, об этом знать, если вдруг их придется отправить гораздо раньше конца их обучения. Но Вайлет, благодаря своим библиотечным знаниям и тому факту, что она раз в 100 страниц вспоминает, что у нее есть какой-то интеллект, знает, что им рассказывают не про все нападения, и что соседнее государство, королевство, под названием Поймерель, все чаще и чаще отправит к границам грифонов. Во время обучения на песца Вайлет не то чтобы проходила какую-то физическую подготовку, поэтому, воспользовавшись своими знаниями о травах и ядах, она отравляет буквально-таки каждого своего спарринг-противника, чтобы пройти вот эти, собственно, спарринг-матчи, и чтобы ее не убили или не выгнали из академии. Затем первокурсникам-кадетам приходится пройти очередное невероятно опасное испытание, которое имеет мало смысла, потому что они и так мрут, как мухи на каждом шагу. Нужно проскололазить пять подъемов вверх, и Вайлет, благодаря своему интеллекту, конечно же, находит более легкий и менее опасный способ исправляться с этим испытанием. Однажды ночью Вайлет узнает о том, что Ксейден собирается с другими отмеченными кадетами, и технически это является изменой, потому что отмеченным кадетам нельзя собираться в группы больше, чем трое человек. Однако Вайлет понимает, что Ксейден дает советы младшим сокурсникам о том, как проходить испытания, и самое главное выжить, и поэтому не выдает их. И Ксейден, так скажем, в награду, не убивает ее, когда замечает, что она следит за ними. И между нашими героями начинает завязываться какая-то интересная связь, то ли сексуальная, то ли дружеская, непонятно, но что-то куда-то это все идет. Все эти невероятно опасные и безумные испытания, а также обучение в Базгияде ведется к одному определенному дню, молодьбе. Это тот самый день, когда кадетов приводят в место обитания драконов, чтобы между ними могла появиться связь. И именно благодаря этой связи появляются наездники драконов. Подобная связь между наездником и драконом дает наезднику магические способности, уникальные для его дракона. Это может быть все, что угодно на самом-то деле. Чем сильнее связь дракона и наездника, тем сильнее сила, естественно. Например, у Дайена есть способность видеть недавние воспоминания людей. Ксейден управляет тенями. Во время молодьбы присутствует около 100 драконов, но кадетов гораздо больше. По-моему, около 160, что не гарантирует кадетам то, что они получат как раз-таки своего дракона. Некоторые могут умереть, некоторых могут просто не выбрать и так далее и тому подобное. Как говорится, вариантов множества гарантий мало. Один из драконов это маленький золотой дракончик. И трое кадетов зачем-то решает его убить, потому что он якобы слишком слабый, чтобы бороться с врагами. Блядь, это дракон. Он в любом случае пиздатель, чем вы. Логику видим? Не видим. Ну, трое дебилоидов решают убить дракона, потому что он маленький. Ну вот, блядь, ну вот. Вайлетт вступает в бой с этими тремя кадетами, чтобы защитить маленького золотого дракона. И прилетает огромнейший, самый пиздательший дракон по имени Тарин. И он выбирает Вайлетт своим наездником, потому что та защитила маленького золотого дракончика. А этот дракон-то, блядь, вообще охуеннейший. И, конечно же, Вайлетт удивлена таким исходом событий. Но если вы думали, что на этом все, нет, как бы не так. Потому что Тарин и говорит, я тебя выбрал за то, что ты у нас умная. Характерная и волевая. А я такой, а где ты, блядь, это увидел? Ну да ладно. Не буду спорить с драконом. И благодаря тому, что Вайлетт защитила маленького золотого дракона, она тоже выбирает ее своей наездницей. И нихуя себе сюжетный поворотец, да? Ну, который, блядь, достаточно предсказуемый был на самом-то деле. Еще никогда такого не было, что целых два дракона выбрали одного наездника. И Эмперей, совет драконов, про который нам очень мало рассказывает, хотелось бы побольше, принимает подобное решение от Андарны и Тарина, так зовут драконов, и людям остается только с ним согласиться. Поэтому у Вайлетт в конце младьбы два дракона. Но позже Вайлетт узнает, что у ее огромного черного дракона есть пара. Злобный синий дракон, который, знаете, к вам принадлежит? Конечно же к Сейдену, блядь. И оказывается, что если умирает наездник, то дракон выживает, но если дракон умирает, то умирает и наездник. Хотя предыдущий наездник Тарина умер, и тот чуть не умер с ним. А если умирает дракон, то умирает его пара. Короче, там вот просто все друг на друге подвязаны. Но я уверен, что Ребекка Ярос это все написала только ради того, чтобы Вайлетт и Ксейден поебались. Вы поймете попозже почему. Короче, все связаны между собой. Это одна большая человеческая драконья оргия. Другими словами, Ксейден теперь не может убить Вайлетт, потому что если он ее убьет, то пизда его дракону, и пизда другому дракону, пизда всем дракону. Короче, всем пизда. После молодьбы Дайен, которому Вайлетт когда-то испытывала чувства, поцеловал ее, но она такая, бля, я уже ничего не чувствую на самом-то деле, я как будто бы хочу поебаться с пахешом, как говорится. Соснула бы сочного хуйца у Бэтбоя. Дайен все это время пытался защитить Вайлетт от того, что ее ожидало в квадранте всадников, потому что она была к этому не готова, не приспособлена и вообще собирался отправить ее тайно обратно в квадрант песцов. Но Вайлетт по своей какой-то отбитой логике этого не оценила, потому что Дайен в нее, блядь, не верил, а я думаю, ты ебнутая, ты всю жизнь писала, сидела в библиотеке и читала книжки, а тут тебя, блядь, просто мотает в разные стороны, еще на драконию нужно скакать. Естественно, он в тебя не верит, потому что ты сдохнуть можешь в любой момент. Но Ксейден начинает проявлять все больше и больше внимания к Вайлетт и обучает ее защищаться и сражаться, и между ними-то начинает завязываться все больше и больше связь. Знаете, куда все это идет? Правильно, к ебле. Однажды ночью группа не связанных с драконами кадетов нападает на Вайлетт, чтобы как раз-таки ее убить, потому что если убить Вайлетт, то связь с драконом еще пока не крепкая, поэтому можно будет, возможно, связать себя с драконом наездника, которого ты убил. Но благодаря способности Андарны, которая, оказывается, умеет, блядь, замораживать время, и никто об этом никому не сказал, Вайлетт удается сбежать. Прибегает к Сейден, расхуяривает всех в разные стороны, и был один очень странный момент, касаемо того, что Андарна, маленький золотой дракончик, скорее всего потеряет свою способность, когда вырастет. Опять же таки, блядь, Ребекка Ярос, научись нахуй прописывать детали нормально, объясняя их. Как вот тебе такой челлендж? Вскоре Ксейден поручает своему сводному брату Лему присматривать за Вайлетт, а Лему у нас самый, такой, знаете, пиздатейший первокурсник, и, как говорится, лучше него нет никого. И Лему рассказывает о детстве, которое у них с Ксейденом было очень тяжелым, о том, что Ксейден его тренировал, и так далее, и тому подобное. Между Ксейденом и Вайлетт все больше и больше накаляются страсти, и однажды они целуются. Вскоре отряд Вайлетт участвует в битве отрядов, где главным призом является поездка на аванпост, чтобы научиться и принять опыт у более опытных наездников. И в этом аванпосту, кстати, сидит Мира, старшая сестра Вайлетт. И вместе с Вайлетт, потому что ее команда как раз таки выиграла, отправляются еще и Ксейден, и их драконы, потому что их драконы пара, и не могут долго друг от друга находиться далеко. Там был очень странный момент, что драконы были очень хорни, и поэтому Ксейден и Вайлетт тоже были очень хорни. Вскоре все отряды должны принять участие в военных играх. И первым испытанием в подобных играх является то, что четвертое крыло должны украсть яйцо у первого крыла, которое защищает, и при этом защитить свой флаг. Во время всего этого у Лима происходит чуть ли не летальный инцидент, который успевает предотвратить Вайлетт благодаря способности Андарны замораживать время. И попутно Вайлетт убивает Джека Барлоу, местного пиздюка. Прям мерзкий персонаж был. И открывает себе свою магию. Печать молнии! Вскоре Ксейден и Вайлетт чпокаются, но Ксейден говорит, что не может признать свои чувства к Вайлетт, а она ему отвечает, что ни хуйца, ни яйца в рот не возьмет больше, пока он не скажет, что любит ее. Но, в конце концов, они признают чувства друг другу, и все у них хорошо. Последняя военная игра включает в себя миссию, которую должен совершить каждый отряд где-то на аванпостах. И отряд Ксейдена отправляют в самый дальний, который находится за пределами защиты драконов. А драконы, между прочим, покрывают все королевство, точнее его границы, защитным щитом. Ксейден берет отряд доверенных людей, включая Лема и Вайлетт, и отправляется к аванпосту, который оказывается заброшенным. И Ксейден понимает, что их туда отправили умирать. Ксейден выясняет, что Дайан тайно использовал свою способность видеть недавние воспоминания других людей с помощью Вайлетт, поэтому он догадался, что Ксейден уже посещал этот аванпост. Неожиданно прилетают садники на грифонах, и Ксейден признается Вайлетт, что он и его соратники тайно отдавали им оружие, потому что, несмотря на то, что говорят в Наварре, королевство поэмерель не просто так на них нападает из-за жадности. Поэмерельцам, назовем их так, нужны материалы, которые используют наварцы, назовем их так, чтобы бороться с вивенами. Это такие ужасные темно-магические пиздюки, которые скачут на вивернах, которые тоже ужасные магические существа. Вайли слышала про них только в сказках и легендах, поэтому не думала, что это правда. Но Ксейден убеждает ее в том, что если они существуют, то они нападают как раз-таки на померель, потому что эти вот существа высасывают магию и уничтожают вокруг себя все живое и так далее и тому подобное. Короче говоря, всем придет пизда, если их не остановить. Неподалеку находится торговый пост, на который нападают злые пиздюки, и Ксейден отправляет сюда, чтобы как раз-таки отбиться. Вайлет и Лием присоединяются к нему и завязывается жестокая и очень кровопролитная битва, в ходе которой убивают дракона Лиема и Лием, соответственно, тоже сам умирает, что достаточно жалко, потому что Лием был прикольным персонажем. Вайлет также понимает, что со своими способностями в виде молнии, блять, неожиданно она стала Зевсом, она может убивать вот этих вот жутких волшебных пиздюков. В ходе боя Вайлет отравляют, все хуево, но она не умирает, ее отвозят куда-то неподалеку, чтобы подлечить. Она воскресает, как говорится, из полумертвых отравленных и понимает, что перед ней ее брат Бреннон, который оказался жив, и он ей говорит, добро пожаловать в революцию, моя хорошая, как говорится, вот тебе и голодные игры, и дивергент, все в одном. И на этом заканчивается первая книга. Вот такой вот сюжет у первой части, четвертого крыла. Естественно, что если вы хотите больше подробностей, больше объяснений, вы можете прочитать книгу самостоятельно, потому что, опять же, я опускал многие моменты, которые касаются и персонажей, и каких-то их взаимодействий, и многое другое, потому что, опять же таки, сосредоточен я полностью на сюжете. Давайте все это обсудим. Если честно, за всю книгу я видел действительно мало моментов, где Вайлетт была по-настоящему умна. Хитрая? Да, когда она отравила всех своих противников в этих спарринг-матчах, но проблема в том, что она их отравила и победила в нечестном бою. То есть это на поле боя реальном ей бы никак не помогло, потому что, по сути, она просто победила уже полудохликов. И каких-то высокоинтеллектуальных способностей, если честно, я у нее за всю книгу не особо-то ее видел. Она вот буквально Мэри Сью. Вот какими Мэри Сью бывают, она вот прям идеальный пример. Причем, знаете, что она, что другие персонажи по тексту ощущаются как подростки. Хотя им оказывается 20 и больше лет. Я думаю, блядь. По-моему, для правдоподобности надо было сделать их действия более адекватными, мне кажется. Причем, знаете, у Вайлетт время от времени появляются какие-то невероятно странные пошлые мысли в стиле «Ммм, я бы сейчас, конечно, поебалась». И для ее типичного Мэри Сьюшного персонажа это странно, потому что большую часть времени она думает о том, как выжить и стать наездником дракона. А тут, посреди главы, когда вы обсуждаете что-то серьезное, Вайлетт такая «Вот вы меня кто выдрал сейчас?» Окей! А почему мы думаем об этом, когда у нас какое-то смертельное испытание происходит? Ты че, ебнулась? Вайлетт, как главная героиня, большую часть книги меня просто раздражала. Ее поведение было зачастую очень странным. Вот ей говорят одно, а она такая «Блядь, это охуенный безопасный вариант, но я хочу сделать вот эту смертельную хуйню и сдохнуть». И самое-то интересное, что она бы сдохла, если бы книга была чуть-чуть более логичной и реалистичной, потому что сюжетная броня вокруг Вайлетт это пиздец. Ей и руку, блядь, сломали, и зубы повыбивали, и тут ебнули, и там об стену ударили, и пятое, и десятое, а она живая и хоть бы хны. Ей, блядь, хоть нож в горло вгони, хоть мечом разрежь полтуловище, а на следующий день она будет скакать, как козочка. Все благодаря магии, потому что магия все лечит, ура, магии! Персонаж Вайлетт лучше бы работал в книге, если бы, например, нам побольше рассказали о ее прошлом, о том, как она готовилась стать песцом, что это была за учеба, что она делала, почему ей это настолько сильно нравилось, потому что нам в тексте только описывают, да, она вот была песцом, хотела стать песцом, это была ее жизнь, но окей, отлично, мы не видим каких-то фактов, подробностей, информация, мне все это нужно, чтобы понимать ее как персонажа, она главный герой, блядь, мне нужно знать все эти моменты, почему бы не рассказать нам странную историю взаимоотношений с матерью, которая просто посылает ее на смерть, и мы должны такие, принять этот факт, что ли? Охуеть, спасибо большое. Как Валли переживала смерть брата, отца, как развивалась ее дружба с Дайаном, то есть нам просто говорят какие-то факты, а мы должны принять это как данное, но из-за того, что персонаж Валли просто разваливается по ходу книги, она чувствуется какой-то вот пустой, если честно. Да, вот она, мышь слепая, крысу тупая, которая учится быть мышью зрячей, крысой сильной. Но даже связь с драконами у нее какая-то очень странная, тоже существует по факту того, что Ребекка Ярос просто хочет, чтобы что-то было в книге. В этой книге действительно очень много глупых и прям совсем нелогичных моментов. Лень все, конечно, перечислять, но вот самый запомнившийся мне это то, что в Базгиате убивают своих же студентов, и всем похуй. То есть, государство находится в состоянии войны, на них постоянно кто-то нападает, и нам часто говорят о том, что им не хватает всадников, им не хватает других каких-то людей, которые способны защищать границы. Но при этом, чтобы дожить до того, чтобы встать всадником, нужно реально дожить, блядь, потому что другие кадеты могут тебя убить в любой момент, и это никак не возбраняется, а скорее поощряется. Преподаватели вообще просто смотрят разные стороны и такие, а, ну кто-то умер, боже, унесите его труп. То есть, у вас нехватка людей, и вы убиваете других кадетов, тем самым проверяя их на выносливость, блядь. То есть, когда вначале нужно было пересечь узкий парапет во время, блядь, шторма, ливня, града, торнадо, урагана, это проверка на выносливость? Каким образом? Человек может просто подскользнуться, а по факту он там самый ловкий и сильный и так далее и тому подобное. Это случайность. Еще один дебильный момент. Зачем обучать детей восставших? Очевидно, из-за того, что их родители казнили, они захотят отомстить, а вы еще насильно тащите в этот квадрант всадников драконов. Для чего? Очевидно, что они начнут проворачивать какие-то революционные действия. Захотят уебать и разъебать всех. Нахуя это делать? Это дебилизм. Мотивы матери Вайлетт мне тоже абсолютно непонятны. Возможно, они раскроются в следующих частях, что Ребекка Ярос закроет эти сюжетные дырки. Но пока это мне все непонятно, потому что у тебя дочь готовилась стать песцом. Никакой физической подготовки она не проходила. Ее максимум физической нагрузки это притащить одну книгу до полки и обратно. И ты отправляешь ее в квадрант всадников, зная, что ты казнила родителей, которые восстали, а их дети будут учиться с твоей дочерью и захотят наверняка ее убить, блядь. Типа логика где? Почему логики нет? Еще очень часто бросается в глаза то, что книга очень осовремененная. И возможно, Ребекка Ярос писала именно так специально, но это выглядит максимально тупо. Потому что если у тебя фэнтези, которая с налетом средневековья, да, какого-то, у тебя королевства всякие, нет технологий, интернета тоже, телефончиков и всего остального, то возникает момент, какого хуя, например, у нас все ходят с рюкзаками, откуда там рюкзаки взялись, что это за такое? То есть, не какие-то там мешки с вещами, или что-нибудь похожее, или просто использование какого-то устаревшего слова. Рюкзаки-то, они как, блядь, пошили? Кто у них там дизайнеры? Форма у них там какая-то охуевшая. Для тех, кому интересно, раз уж у нас романтическая фэнтези, то в книге две эротические сцены, именно с ёбками. Было несколько таких, знаете, полугорячих моментов, всякие поцелуи, обнимашки и так далее, и тому подобное, но меня скорее радует то, что не было прям дикой ебли на каждом шагу, потому что сейчас в любовном фэнтези количество членов превышает количество магии в книге, поэтому порадуемся и этому. После прочтения я сделал несколько заметок о том, что в четвертом крыле было напизжено, как говорится, из других книг, и давайте как раз таки обратимся к этим заметкам. Во-первых, естественно, что появился Гарри Поттер, потому что из Гарри Поттера пиздят все, но здесь у нас конкретное было то, что на одном из вот этих испытаний нужно было вернуть украденное сокровище, которое было там огонь и яйцом, ничего не напоминает, это буквально турнир трех волшебников, блять, все вот эти испытания. Общая идея, описание, все спизжено оттуда, даже то, что они очки получают, чтобы выиграть, это все напизжено оттуда, опять же таки. Я не говорю, что любое испытание и вообще все, что угодно, можно спиздить именно из Гарри Поттера, но если вы читали, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Открываешь и видишь буквально вылезки из Кубка Огня. Дивергент у нас тут, конечно же, затесался, потому что всю жизнь Вайлит, была тихой, скромной, готовилась к своей вот этой обыденной жизни, была, короче говоря, в фракции отречения. Потом ее отправили во фракцию Бесстрашия, и там, для того, чтобы попасть туда, нужно пройти испытание, которое связанное с высотой и преодолением своего страха. А там нужно проходить испытание, набирать очки, и тебя может убить любой кадет. Я уже не говорю о том, что Вайлит это Трис, а Ксейден это Фор. Между ними завязывается связь, они друг друга ненавидят, он ее пиздит, чтобы показать ей, какой он сильный и так далее, и тому подобное. Очень много моментов спичина из Дивергента. Сцена с метанием ножей, напоминаю, тоже у нас была. А, кстати, Трис постоянно фантазировала о Фор, и Вайлит тоже постоянно фантазировала о Ксейдене. Я буквально нахожу это уже просто вот так. Разрушь меня и Королевство Шипафорос, они известны у нас чем? Правильно, очень крешированным любовным треугольником, где есть главная героиня, есть чел, который изначально хороший, а потом оказывается, что он гондон, и есть плохой чел, который оказывается с доброй душой. Но Ребекка Яроса точно знала идти пиздить, потому что Сара Джимас подкинула ей пару идеек на самом деле. И в Стеклянном Троне, насколько я помню, потому что я читал его давно, поэтому можете подтвердить или опровергнуть, у одного из персонажей были какие-то фантомные руки, то ли щупальца, то ли что-то такое. У Ксейдена у нас здесь тени щупальца, тени руки, которые могут поднимать и опускать предмет, и во время секса тоже использовались, поэтому как бы, блять, не наебать меня! Из Голодных Игр, которые тоже попиздили у Королевской Битвы, весь концепт того, что кадеты могут убивать друг друга, участвуя в этих соревнованиях, опасных для жизни, и всем вокруг похуй, в том числе и профессорам, и преподавателям. И самое, блять, потрясающее, это то, что Ребекка Ярос, очевидно, посмотрела Игру Престолов и сказала, я спиже оттуда весь сюжет, потому что буквально у нас есть Королевство Навара, которое построило вокруг себя стену, чтобы защититься от других всяких варваров и прочее. И за этой стеной есть мифические существа из тьмы и магии, которые умеют создавать тоже драконоподобных существ, которые плются синим огнем. И все жители Королевства Навара верят в то, что их не существует, и стена их защитит, и бла-бла-бла. А убить-то этих монстров можно только с помощью специального клинка. Что там было в Игре Престолов? Валерианское железо или что-то в этом духе, да? С помощью которого коколи ходоков. Главная героиня у нас с серебряными волосами, которые вечно в какой-то косе, и у нее не один дракон, а сразу несколько, и самый пиздатый, конечно же, тоже у нее. Слушайте, я понимаю, что все это кажется обычными моментами из фэнтези, но если просто приглядеться, то напизжено отовсюду. Даже Эзерагорна, про который все уже давным-давно забыли, даже эти, Всадники Перна, тоже древнейшая серия книг про драконов, фэнтезийная, там как раз-таки драконы имели особую связь с людьми, что только драконы и всадники могут слышать друг друга, и то, что если драконы ебутся, то их всадники тоже там чувствуют какие-то интересные эмоциональные моменты, это тоже все оттуда напизжено, блять. То есть в четвертом крыле по сути из оригинального только названия, что ли, или что? Естественно, я понимаю, что впереди еще несколько книг из этого цикла, но как будто бы первая книга должна быть и отличной, если ты берешь за основу уже созданные до тебя идеи, и при этом хорошо пояснять мир, в котором находятся твои персонажи. Но ни того, ни другого здесь нет. Меня достаточно сильно смутили отношения между Вайлетт и Ксейденом, потому что к концу первой книги они уже любят друг друга, они уже и смирились с тем, кто они есть, и приняли друг друга, и пятое, и десятое, а впереди еще, сука, четыре книги, каждая из которых, напоминаю, больше, чем предыдущая. И я, если честно, не понимаю, куда все это движется, потому что они уже прошли все этапы вот этих вот отношений, и что будет дальше? У Вайлетт появится другой любовный интерес, но в этом уже не может быть смысла, потому что ее дракон связан с драконом Ксейдена, то есть они еще четыре книги будут просто что делать? А если они захотят расстаться, то как это будет происходить? Их же драконы пара? Или что? Я не понимаю. То есть Ребекка Ярос буквально себя как будто бы загоняет в ловушку постоянно. Хотя знаете, какой-то экстраординарной химии между Ксейденом и Вайлетт я тоже не особо почувствовал. Да, были напряженные моменты. Он типичный плохиш, она вот, мышь слепая, крыса тупая, все идет как идет в обычных книгах. Я не увидел там чего-то прям запоминающегося. Но это не самый худший исход, потому что знаете, каждая их встреча до того, как они начали чпокаться, была буквально в стиле я ненавижу его, но он только горячий, я бы соснул его хоть за. Большая часть четвертого крыла была поглощена возбужденными мыслями Вайлетт и какими-то рандомными испытаниями, которые просто отсеивали либо кадетов, либо уже всадников драконов, и как будто бы придумывались на ходу, если честно, потому что у этой книги отсутствуют временные промежутки. Просто раз в 10 страниц нас переносят уже в будущее. И снова, и снова, и снова. Нам не показывают никак кто тренируется, просто уже мы находимся в моменте прохождения испытания. Как люди налаживают связь, дружат, познают мир, этого всего тоже нет. Экшен это классно, это прикольно, но между ним же должно быть что-то кроме пизда страданий, или я не прав. Естественно, что в конце концов мы получаем вполне очевидные вещи в стиле «О боже, плохие парни это хорошие парни, а хорошие парни это плохие парни». Что происходит с границами, которые постоянно атакуют? Какая угроза нависает над наварой? Как она функционирует, блядь? Кто люди, которые там живут? Что-то помимо базгиата вообще есть там? У меня откуда столько вопросов, блядь? Я вспомнил еще одну вещь, которая меня очень сильно смутила, это то, что все повествование было от лица Вайлетт. И это очень сильно ограничивает книгу. Возможно, в будущих книгах будут и повествования от других героев. Насколько я знаю, в продолжении есть главы от лица Ксейдена. Но, так как мы видим только точку зрения Вайлетт, мы не узнаем мир. Мы ничего не понимаем, она ничего не понимает, нам ничего не рассказывают, и это очень странно для фэнтези, потому что в фэнтези нужно описывать, что происходит, что это имеет значение, а вот это, может быть, и не имеет значения. Вот это важно, а вот это так, второстепенная деталь. И по сути, будь здоров, просто что-то происходит и Вайлетт в этом такая, блядь, как же мне выжить, как же мне что-то придумать, как это вообще будет, что я же ничего не понимаю, это дает такой ограниченный и субъективный вид на мир и персонажей, что, если честно, даже грустно. Потому что, если бы книга была, ну, предположим, от третьего лица, или хотя бы у нас велось повествование от лица Ксейдена, мы бы знали больше, мы бы видели, что происходит вокруг, мы бы и понимали, как устроен мир, потому что это все туда можно вставлять. А тут, блядь, ну, все вахуем и вахуем, как говорится. Вот знаете, у писателя Сабы Тахир есть серия книг «Уголек в пепле». Там, по-моему, тоже четыре книги и есть магический мир, мифология, всевозможные существа, главная героиня, которая слабая, но при этом с волевым характером и академия с жестокими правилами, где учат сражаться и выживать. Это все там есть, но при этом это рассказано и подано интереснее, потому что автор хочет вам поведать историю, а не просто бла-бла-бла-бла-бла, драконы, 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 кто-то умер, а теперь вернем поебаться. Причем Ребекка Ярос могла существенно улучшить эту книгу очень-очень просто, если бы она отбросила какие-то ненужные сюжетные линии и побольше рассказывала нам про мир, а мы бы узнавали какие-то факты не из маленьких отрывков перед главами, а именно из текста книги. Например, ты упомянула что-то, расскажи и покажи читателю, почему это важно и зачем это здесь, а не просто «О, блядь, королевство, у него есть границы, на нас кто-то нападает, ну вот-вот так вот, а ты теперь учись ездить на драконе, вау!» Ой, мои любимые цитаты из текста, давайте, как говорится-таки, окунемся в них. «Я запомнила каждую золотую пылинку в этих ониксовых пучинах». «Каждый, сука, раз, когда Вайлетт видела глаза Ксейдена, упоминался этот ебучий оникс». «Каждый, сука, раз, каждую пылинку она там, блядь, рассмотрела, с микроскопом стояла, вот увеличительным стеклом и смотрела в его ониксовые глаза, хотя там третья книга называется «Ониксовый шторм». Я так понимаю, что глаза Ксейдена будут долбиться друг об друга. «Вот и все, на что я была способна после шести месяцев интенсивных тренировок с трудом преодолеть шесть лестничных пролетов с тридцатифунтовым рюкзаком на спине». То есть, ты шесть месяцев тренировалась и типа шесть этажей пройти – это проблема? Вы понимаете, вот почему у меня возникает вопрос о том, как она не сдохла? Ее буквально могло унести ветром, потому что она такая маленькая, крохотная, слабенькая, ляу-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Вот это вот все. Тридцатифунтовый рюкзак – это плюс-минус тринадцать килограмм. Я не думаю, что тринадцать килограмм это пиздец, как тяжело, если честно. Мне кажется, у школьников рюкзаки тяжелее. А учитывая, что она взяла с собой книги, блядь, чтобы пройти парапет, там что мать, что дочь, у них как будто бы вот логика сказала когда он сложил руки на груди, мышцы на его торсе и предплечьях задвигались так, что я невольно сглотнула. А его глаза, его глаза были цвета золотистого оникса. Блядь, спасибо, что хотя бы уточнили, но как ты, сука, увидел это в темноте, нахуй? А контраст-то какой поразительный, у меня даже челюсть свело, в нем все поражало, просто на вылет. И так, сука, каждый раз, каждый раз, когда она видела Ксейдена, она описывала то, насколько он просто невозможно ебабельный. Кинжалы, мои его, посыпались на пол, когда он расстегнул ножны, шпильки полетели в разные стороны и мои волосы тяжелым водопадом упали на спину. Это... Что? Это, блядь, это как они сексом-то занимаются? Время торнадо, нахуй, нажили тебя, блядь, шпильки в разные стороны, еще чуть дальше, меч полетит и проткнет их обоих, нахуй, как барбекю. Мои бедра задрожали, когда он уловил нужный ритм, а потом ввел в меня два пальца, поглаживая в аккомпанементе языку. В аккомпанементе языку. Это что за вагинальная симфония у нас тут происходит, а? А что в итоге-то? Могу ли я назвать Четвертое крыло худшей книгой на свете? Нет, она таковой не является. У этой книги есть своя аудитория и она довольно четко мне понятна. Это книга для людей, которые либо еще не знакомились с романтическим фэнтези и при этом скучают по тем книгам, которые выходили давным-давно. Это и «Елголудные игры», «Дивергенты», «Арагоны» и прочее. И хочется чего-то подобного, потому что у этой книги есть прекрасный ностальгический вайб. И если его поймать, то она будет читаться гораздо легче. Возможно, я даже, наверное, не буду читать вторую часть, только если вдруг вы не захотите обзор на нее, потому что там книга в два раза больше. И я как будто бы не получил достаточно информации и достаточно интересных моментов для себя, чтобы продолжать читать дальше. И именно здесь Ребекка Ярос потеряла меня как читателя, потому что потенциально она могла и зайти и в мою аудиторию. Почему нет? Но эта книга для тех, кто действительно еще не окунался в романтическое фэнтези. А я его прочитал уже достаточно. Поэтому все вот эти моменты и какие-то сюжетные ходы и персонажи, я это все уже миллион раз видел, поэтому для меня это абсолютно скучно. А самое главное, Ребекка Ярос не удосужилась как-то, знаете, добавить остроты. Потому что умирающие повсюду персонажи это не острота, это просто какой-то очень странный сюжетный ход, якобы сюжетные высокие ставки, да что никто не в безопасности. Так мы знаем, что главную гриню уже об стену швырнули 500 раз, она до сих пор живая. Будь я на вашем месте, я бы, наверное, все-таки ознакомился сначала с аудиоверсией, потому что она заходит действительно на ура. Меня она порадовала. Но сам текст, его перевод, они, конечно, очень-очень кромостки. Не то, что читается легко и приятно. И это не то фэнтези, которые можно отнести в категорию вот этого взрослого фэнтези в стиле Джорджа Мартина, хотя отсюда тоже нормально напиздили. Потому что Джордж Мартин, да, тоже читается тяжело. Но это специально сделано. Здесь все же аудитория больше подростковая и любителей романтического фэнтези, которые жаждут подобной литературы. И в этом нет ничего плохого, просто мне хочется, чтобы авторы все-таки добавляли себя в книгу, а не просто делали какой-то копипаст уже вышедших популярных книг и на этом все. Хотелось бы больше деталей, больше информации, больше подробностей, которые имеют смысл, которые показывают, что этот мир огромный, красочный, интересный, в него хотелось бы погружаться. Потому что это все-таки тот жанр, где можно делать все, что угодно. Это фэнтези. Нет никаких запретов, нет никаких рамок и границ, только которые автор сам создает внутри своего текста. И ты можешь совершить все, что угодно и с персонажами, и с сюжетом, вывернуть его как хочешь, а тут просто как-то вот такой вот итог. И да, ребята, сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще мне смотрите вас очень сильно. Люблю и хочу, чтобы вам знали каждый мотив в день. Не забывайте следить в комментарии, потому что что? Правильно, комментарии лучше лайка, но и лайк тоже можно поставить. А еще, ваше мнение должно быть услышано. Что вы думаете по поводу книги Ребак Ярос «Четвертое крыло»? Читали ли вы ее? Хотите ли прочитать? Будете ли вы читать продолжение? Как вам мое видео? Как вам мое мнение? Похоже ли оно на ваше или же нет? Может быть наоборот, все возможно, поэтому обязательно оставьте свои мнения и рецензии по поводу этой книги внизу в комментариях, потому что они для вас всегда открыты и грех не воспользоваться такой замечательной возможностью. Оставить для парочку или больше прекрасных строк. С вами был я, Энтони Илай. Главное, помните оставить себе на чём всех в ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Скучаю по каждому и надеюсь, что мои видео принесут в вашу жизнь исключительно положительные эмоции. Вы можете подписаться на меня во всех доступных или недоступных соцсетях, тем самым поддержать, и я буду рад вас там увидеть. Мы лишь, что контента я делаю действительно очень много везде, поэтому присоединяйтесь. Кстати, если вдруг вы не знали, то у нас есть мерч в целых три коллекции. Are you lost, baby girl? Умеешь думать, подумай обзор. И ссылки на весь мерч вы найдёте внизу в описании. Поэтому порадуйте себя и своих близких, потому что там есть очень много всего. От кружек до блокнотиков, до обложек на паспорт и прочих вещей, которые действительно очень крутые. И я надеюсь, что у вас всё действительно хорошо, по крайней мере, лучше, чем у главной героини книги «Четвёртое крыло». Потому что она настрадалась действительно вдоволь. Но впереди у неё ещё четыре книги, поэтому посмотрим, может к концу она вообще помрёт. Однако, я хочу вас обнять и крепко расцеловать. Опа, табуретка снова сдулась. Я обещаю, что когда-нибудь я её поменяю. Зачем? Когда это уже часть этого невероятного антуража. Сказал он! И мы с вами увидимся уже скоро. Совсем поехал дед в своей крышу. И что я хотел сказать в конце? Мы увидимся совсем скоро, уже в следующем видео. А что совсем-то? Всё. До свидания, как говорится. Отправляйте меня в Баскиад. Четвёртое крыло меня уже ждёт. А вы ожидайте следующего видео. Вот каким оно будет? А оно ещё не снято. Я ещё ничего не придумал, поэтому... Я тоже не знаю. Ну, до скорой встречи. Пока.